Без преувеличения историческое событие в жизни страны. Голосование по воправкам в Конституцию Российской Федерации. Необычным в этот раз будет и само голосование, и условия, в которых оно будет проходить. За комментариями мы обратились в территориальную избирательную комиссию города Щелково. Как известно, голосование продлится 7 дней, с 25 июня по 1 июля. Гражданин может выбрать любой удобный для себя день. А кроме этого, можно выбрать и участок, где отдать свой гражданский долг. Называется это «мобильный избиратель». Если вы планируете уехать и в период проведения голосования будете находиться не по месту жительства, вы можете прикрепиться к участку, который будет находиться недалеко от места вашей локации. Прием открепительных заявлений начался 16 июня. Любой житель Российской Федерации может проголосовать не по месту жительства, если ему необходимо. Соответственно, 16 по 21 число он может через МФЦ, через сайт госуслуги или через территориальную избирательную комиссию, или же участковую избирательную комиссию подать необходимое заявление. То есть прикрепиться или открепиться на тот участок, на котором он будет находиться в удобный ему день для голосования. Подать заявление можно в обычное время работы избирательных комиссий. Время работы пунктов приема заявлений с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00, суббота, воскресенье соответственно. Это график работы непосредственно участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий. Несмотря на то, что голосование проводится по всей России, прийти без предварительного уведомления на любой из участков нельзя. Нужно заранее выбрать удобный и прикрепиться к нему. Обязательно надо прикрепиться, потому что избиратель может проголосовать только по месту жительства. Это и есть мобильный избиратель, так называемый отменный электорального рабства, что у нас уже было на президентских выборах в 2018 году. Напоминаем, прием заявлений от желающих открепиться от своего и прикрепиться к какому-либо другому избирательному участку продлится до 21 июня. О других аспектах голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации расскажем в следующих выпусках.